Всем хорошего настроения! Сегодня у меня на обзоре механические часы, которые я заказал на сайте Алиэкспресс. Производитель GuanQin или GuanQin. Не знаю, как правильно читается, поправляйте. Давайте откроем, посмотрим. У меня были часы этого производителя на обзоре, в предыдущем обзоре вы могли видеть уже. Но я попробовал заказать еще дороже немножко вариант, чтобы показать вам еще вот такие часы. Давайте откроем и посмотрим уже их. Так, упаковка та же. В принципе, довольно плотная, красивая. Претензий никаких нет. Неплохой такой подарочный вариант. Комплектация. Мануал. Он вроде бы стандартный на все модели часов этого производителя. Потом гарантийная международная карта. Тряпочка брендированная. И это уже часы немножко дороже. Они идут с металлическим браслетом. Поэтому в комплекте есть прибор для укорачивания или для того, чтобы регулировать объем этого браслета. Себя под руку. Прибор металлический. В принципе, сделан неплохо. А теперь давайте посмотрим на часы. Вот такой вариант. Есть эти часы в других комбинациях цветов циферблата. Другой ремешок. Ссылка в описании под видео. Переходите, смотрите, выбирайте ту комбинацию, тот цвет, который вам нравится. Я выбрал на обзор вот такой вариант. Черный цвет циферблата и серебряный корпус. Давайте ближе покажу вам циферблат. А вы уже смотрите, есть ли для вас какие-то недостатки. Я уже смотрел эти часы. В принципе, сделаны достаточно качественно. Запущу часы. Слышно вам или нет, не знаю, как работает заводная головка. Вот это. Вот часы пошли. Что есть здесь на циферблате за показатели? Вот сверху видно дата. Вот здесь месяц. Вот здесь день недели. А вот здесь баланс. И на показателях есть какие-то камушки вроде бы. Вот они сверкают. И в принципе, просматривается время неплохо. Я переживал, думал, что возможно, вот нет цвета накопителя. Будет время просматриваться на черном циферблате хуже, чем на белом. Но нет, все хорошо. В принципе, все хорошо просматривается. Так, покажу вам еще полировку. Она здесь как на часы недорогого сегмента. Это недорогие часы, в принципе. Не помню. Цену точно не помню. Поэтому смотрите по ссылке, переходите. Полировка неплохая. По настройках здесь. Так, вынимаем замок. Я уже не помню. Так, время. И, наверное, по замку все. Вот эта клавиша дата настраивается. Вот это месяц. А вот здесь есть клавиша. Она такая внутри. Нужно чем-то острым нажимать и настроить, чтобы день недели. Вот что касается настроек. Так, браслет. Мне понравился браслет здесь. Вот такая интересная застежка. Браслет брендированный. И застебается очень даже неплохо. Я уже надевал эти часы. И вот этот вариант. Я впервые вижу вот такую застежку. У меня не было еще на обзоре часов с такой застежкой. И она мне понравилась. И браслет, в принципе, также сделан очень неплохо. Я так немножко посмотрел. Полировка неплохая. Единственное, что... Сейчас, одну минуту не смотрел. Есть ли полировка внутри на соединении браслета? Вроде бы есть. Не такая она качественная, как здесь. Но давайте попробую вот так посмотреть еще. Есть. Даже на соединениях есть полировка. Обычно китайцы экономят. И здесь уже полировки нет. Но вроде бы есть. Так, давайте еще покажу вам параметры часов. Так, диаметр. 41,1. Высота или толщина часов. 13,3. От уха к уху. Секунду. 49,6. И браслет. 19,7. Давайте еще покажу вам вот этот параметр максимальный. Заводная головка 44,6. И, возможно, кому-то интересен вес часов. Также покажу. Так. Чтобы правильно все. 137,48. По весу. И, как вы уже могли заметить, это часы идут механические с автоподзаводом. Вот здесь есть автоподзавод, есть маятник. И он работает достаточно хорошо. Видите сами, как он крутится быстро и легко. Я думаю, у вас не будет проблем с подзаводом часов. Они должны вот на руке автоматически все подзаводиться и хорошо работать. Но мне маятник понравился, его чувствительность понравилась. И посмотрите на качество механизма. Вот за маятником я покажу вам. Вроде сделано так же очень неплохо. Так, здесь указано, что часы водонепроницаемые и 3 атмосфера. Здесь не указано, но я видел на сайте у продавца. Но это все брызгозащита, мыть руки под дождем. Плавать в этих часах не рекомендуется. Так, еще покажу вам на руке. Забуду сейчас. Вот как они смотрятся на руке. Как по мне, смотрятся дорого и красиво. Но у каждого свое мнение, у каждого свой вкус. Поэтому смотрите и предоценивайтесь. Нравятся вам эти часы или нет? Стоит их покупать или нет? Как по мне, смотрятся очень даже неплохо. Есть другие комбинации цветов. Поэтому, если кому-то не нравится вот эта комбинация, вот ремешок реально мне понравился. И застежка вот эта понравилась, удобная. Здесь даже размер вроде бы мой. Сразу же из коробки. Вот такие часики. Механические часы из сайта Алиэкспресс. Это брендовые часы. Мне нравится, когда часы брендовые, поскольку есть название. И этот бренд заинтересован в качестве своих часов, чтобы покупатель снова и снова обращался к этому бренду. Если будут какие-то вопросы по часах, обращайтесь, пишите. В принципе, по обзору все сказал, что все, что могу. Качество неплохое, смотрится неплохо, стоит недорого. Ссылка в описании к видео. Всем спасибо, хорошего настроения. До свидания.